Практическая психология Практическая психология Практическая психология Практическая психология энергиями к первоисточнику, что у человека стало не хватать энергии, и хочется из каменных джунглей перебраться вот в эти вот первозданные природные поселения. На самом деле, вот мне очень нравится такая трактовка, что почему человеку хорошо на природе? Потому что природа не имеет оценочного фактора. В природе всё равно, кто ты, что ты, чем ты занимаешься, сколько ты зарабатываешь. Природе до этого абсолютно нет дела. И поэтому человек, да, он что, вдыхает полной грудью этот воздух, ароматный, разнотравий всевозможного, любуется небом. Давайте поговорим прямо о таких моментах. Зачем вообще человеку какие-то традиции? То есть вот, пожалуйста, вы сказали, вы часть природы. Вы часть природы, ну и жили бы мы, как говорится, на языке природном, но нет, почему-то мы всё равно социальные существа. Это у нас идут первоистоки, связанные с родом, то есть с нашими памятью наших предков. С нашими корнями, да? Да. Вот оттуда идут точки, какие-то отсчёты наших традиций. И поэтому травничество, вот связь с природой, это у нас идёт первоистоки. Лена, вот вы ещё и православный психолог, да? Чем сейчас, вот в настоящее время, ну вы смотрите, например, там, да, люди следуют всевозможным народным традициям, всевозможные отмечают народные праздники. Вот это что для них? Чем это является для человека? Это отпечаток, в первую очередь, конечно, предков, такая вот традиция родовая, то, что сначала у нас было язычество на Вятке, где-то с 1181 года началась история нашего Вятского края как края христианства, то есть зародилось христианство. Это есть озвучено в книге Александра Геннадьевича Балубердина «Начало страны Вятской». Вот. И оттуда у нас появились, с приходом христианства на Руси появились, и вот 7 июля это был языческий праздник Ивана Купалы, сейчас это праздник христианский Ивана Богослова. Вот. И 8 июля тоже у нас День семьи, любви и верности. Отлично. То есть, смотрите, современный человек не забывает об этом, да? То есть кто-то воспринимает, может быть, эти праздники как всего лишь возможность там пообщаться, там, да, кто-то, чтобы быть наедине вот с этой самой природой, со стихией природы. Но, в принципе, мы с вами понимаем, как специалисты, что очень важно для современного человека вот эти данности, традиции, ритуалы, чтобы они соблюдались в какой-то степени. Это что? Про что это? Про то, что я часть большого... Что я часть большого бессознательного, и эта часть переносится в традиции семьи. То есть я часть большого рода, да? Сколько предков там у меня, да, за плечами. И все они тоже часть меня. Я часть их. А я часть природы. А я часть природы. Потрясающе. Отлично. Хорошо. Ну что, давайте мы с вами проговорим вот такие вещи, как, например, сейчас идет период сбора лекарственных трав. Да, и надо заметить, что вы этим давно занимаетесь. И в каждой травинке вы тоже видите своего рода душу, да? Да, Надежда. Я вообще живу через мир растений. То есть это естественно для человека, который живет на земле, среди полей, лугов, лесов. То есть ощущает себя, да, частью вот этой большой огромной семьи. И сейчас идет, да, очень такой массовый сбор трав. То есть сейчас вот зацвел зверобой, тысячелистник можно собирать, душица. Валерьяна цветет. Ну, валерьяна еще и корни собирает. Это чуть позже наступит период. В общем, различные травы. Сейчас в поля, если выйдете, такой аромат за счет содержания эфирных масел, вот, знает, наверное, наш слушатель, что сохраняются вот эти свойства и еще различных биологически активных веществ в травах. И мы заготавливаем вот это все, ну, как будто это лекарственное сырье на весь год. Сохраняя память о лете. Да. К тому же не просто мы, как говорится, с бухты барахты все это делаем, да. Этим занимались наши предки. Женщины, да. Выходили испокон веков в эти периоды летние. Не было тогда фармакологии такого развития, да. И нужно было как-то помочь своей семье, пережить все эти осенне-зимние периоды. Помочь. Не было несколько веков назад никаких витаминов таких, чтобы прямо там, да, искусственно созданных. Все это бралось от природы. С благодарностью, бережно. Вот в настоящее время современный человек уходит от этого? Ведь посмотрите, сколько. Вот, пожалуйста, тебе баночка одних витаминов, других микроэлементов, еще что-то там, всевозможные добавки пищевые. Или же наоборот возвращается. Вот что вы видите среди своих знакомых, родных, близких? Ну, среди, мой круг близкого общения и близкого взаимодействия таков, что у нас идет так, что в основном все собирают травы, заготавливают. Мало того, не просто травы, делаем сборы из гидролаты различной формы, то есть фармакологические какие-то формы, вот, настойки, чтобы можно было применять это помимо аптечных препаратов. То есть, которые, и когда человек собирает траву, он понимает, когда собрал, откуда, своими руками, то есть это и энергия тепла рук идет. Если ты собрала для тебя мама, это вдвойне ценно, то есть твои родители. Обмен вот этим всем. Бывает, что и часто обращаются даже малознакомые люди через моих знакомых, спрашивают зимой, весной, осенью, есть ли у меня какие-то травы в наличии, если у меня, конечно, есть, я делюсь. Вот тоже интересная такая, да, традиция выйти вместе, например, может быть, даже не одним поколением. Вот вроде бы хорошо просто провели выходные, субботу и воскресенье, да. А что делали, спрашиваем детей, собирали травку, собирали травку. В это время, конечно же, дышали свежим воздухом, конечно же, может быть, кто-то там даже, да, босиком бегал. Продолжайте, продолжайте. Да, ты сам ходил босиком по России, а раньше вот эти были и традиции, это, знаете, что и нервные окончания вот эти массиваются. Все находятся на ступнях, да? Да, и по утренней россии она и прохладная, сейчас стоит такая жара на улице, это прям благодать для человека выйти. А ведь траву-то собирают именно по утру, да? Собирают по утру, но когда высохнет роса. Солнышко сейчас рано встаёт, вот вчера был рассвет в 2.45. Кстати, традицию встретить рассвет, да, всей семьёй, тоже особое удовольствие, мне кажется. И это исплачивает семью, и это украшает вот эти самые будни. Что ещё? Что ещё вам нравится в процессе сбора трав? В процессе сбора трав, да, вот этот аромат, который слугов, он запоминается на очень долгий период. Конечно, картинка вот эта вот визуальная, что кругом красота, гармония, то есть гармония, покой, природа. Слышно только шелест травы, птицы поют, стрекочут кузнечики, наблюдашь разных насекомых. Вот это всё откладывает отпечаток в подсознание. Я думаю, что у наших слушателей очень хорошая картина, красивая такая, уже стоит перед глазами. Итак, всё это может так или иначе отразиться на психоэмоциональном состоянии вообще самого человека, ну и, конечно же, целой семейной системы, да. Можно не собирать травы, можно просто взять и уйти в поход. Пожалуйста, да, развести костёр, покормить комаров. Можно научить детей, не знаю, там, ловить рыбу, например, да. Это ведь тоже своего рода хорошие-таки традиции. Лето провести не в каменных джунглях, а выбраться на природу, чтобы почувствовать себя частью этой природы. Да, можно, если, например, то, что вы не хотите собирать травы, можно собирать большие букеты. Потом эти букеты можно высушивать и делать из них, например, подушки, какие-то матрасы целые делают. А, кстати, давайте проговорим про это. Мне тоже кажется, это очень интересная история взаимодействия с природой. Я помню в детстве, когда бабушка мне подушку набивала именно травой. Для чего это делалось? Ну, в первую очередь, это для хорошего, крепкого сна. Это, знаете, вот эта подушка, это прообраз сеновала, когда человек спит на сеновале. Угу. Вот. Потому что он дыхает все вот эти ароматы. И сон у него крепкий, спокойный. Угу. Получается, что, в общем-то, опять-таки возвращаемся к первоистокам, да? Человек пришел от земли. А растение – это все то, что растет на земле. Какие, кстати, травы вы рекомендуете собирать для вот такой волшебной подушки? Ну, в первую очередь, чтобы там травы могут быть различные. Чтобы она не сминалась, нужна основа, потому что из трав подушка, она сминается. Основа – это может быть просто сено, то есть разнотравья вот этих злаковых, которые растут на полях. Вот этого, вот этого часть должна быть больше. И, ну, не нужно забывать, что лекарственные растения, они содержат много биологически активных веществ, в том числе эфирных масел. И поэтому здесь доля вот этих вот растений, она будет поменьше. Например, ты с челюстником, обыкновенный, который сейчас цветет, он будет противовоспалительного характера, здоровое дыхание. Сейчас это самое в период ковида, это очень актуально. Актуально. Вот, вообще трава очень актуальна для поддержания иммунопротекции и здорового иммунитета, формирования здорового иммунитета. Клевер луговой, лист березы, ромашка, шалфей, мята, мелисы, тысячелистник, я уже говорила, зверобой. Если из южных, немножко можно там лаванду взять, а еще пустырник. Пустырник, например, он сердечно-сосудистую систему укрепляет. Но он колючий, если через подушку цветы пустырника будут. Ну, их там будет немножко даже дозировано. Можно даже собирать цветки валерьяна, вот они мягкие, они очень мягкие, оказывают седативное действие, укрепляя сердечно-сосудистую систему, но в более мягкой форме. То есть цветы всегда, цветы вот боярышника, который, к сожалению, уже процвел, его тоже можно на такую подушку собирать. Использовать, да? А вот, смотрите, эта подушка, она ведь не может круглый год тебе служить, да? То есть у нее тоже какой-то есть срок годности? Сейчас отвечу. Срок годности трав всех один год. Один год, да? При том, у которых содержится много эфирных массин, например, душица. Нужно подписывать на этикетки изо дня в день, когда прямо собрано, и убирать, менять на новое. Вот подушка, это может быть, например, там даже матрас. Да, матрас. Я видела такие истории, и мне это очень даже приятно и нравится тоже. А вот есть ли какие-то противопоказания? То есть, например, мы должны все равно сейчас с вами проговорить, что если у человека аллергия на какой-либо вид, там, например, травы, то, конечно, тогда ему лучше с ней не взаимодействовать. Правильно я понимаю, да? Да, конечно, если есть астмы, носящие аллергический характер, аллергии различного типа, там, на злаковые, на какие-то растения, то нужно знать, в первую очередь, самому человеку и как-то вот определять, что можно ему. Либо уже отказаться от такой подушки, где-то, ну, вот у себя можно найти травы в другом месте, например, для ароматизации белья. Тоже, да? Постельного, да, можно использовать. Вот еще такое интересное, видела тоже, когда, например, у детской колыбельки или у детской кроватки всевозможные висят мешочки, и они тоже наполнены всевозможными травками. Что это за травы могут быть такие для маленьких деток? Ну, вот травы для маленьких детей, это в первую очередь ромашка. И, скорее всего, там еще был так. Ну, то, что совсем прямо безобидно, но в то же время какой эффект оказывает? Ну, ромашка, она вообще, ну, ромашка аптечная, да. Ее, если небольшой дозировки, то она успокаивает, да. Противовоспалительным обладается. Если он оказывает. Да. А вот подушечки с хмелем? Вот хмель тоже нужно, это его, там, так как у него большое, насыщен он биологически активными веществами, в том числе эфирными маслами, его нужно, да, избирательно. Не для каждого подойдет, да? Не для каждого. Вот я, например, использую это для, делаю такие, например, когда белье, да, у меня такие есть подушечки интересные, они как раз с хмелем, и мне очень нравится, какой свежий аромат. Да, это прекрасно. Вот в подушку такую, если вы хотите для сна ее сделать, то там нужно, чтобы их немного этих... Шишечек хмеля было. Да, шишечки называем, а саплодия хмеля, да. Хорошо. Итак, давайте поговорим про традиции, такие как, например, чаепитие. Собирается вся семья около самовара. Даже если не около самовара, а просто вы завариваете какие-то травяные сборы, чтобы ароматным чаем напоить все свое семейство. И у каждого свои предпочтения. Кто-то любит фруктовые, кто-то любит какой-нибудь зеленый терпкий. Что можем мы предложить для семейного чаепития? И, наверное, каждая травка имеет какое-то свое предназначение. Да, конечно. Ну вот сейчас в последнее время стало все распространеннее. Это Иван-чай заготавливают. Вот у него как раз есть способом ферментации. Там можно сделать... У него легкий оттенок вкуса фруктовый есть. И плюс сделать сбор с ним. То есть добавить еще, например, по вкусу, например, мяту, перечину. Там плоды боярышника, плоды шиповника. Ну, учитывая вкусы всей семьи и состояние здоровья каких-то, если есть заболевания, тоже как бы это нужно учитывать. Обязательно. Вот, обязательно, да. Заварить такой ароматный сбор, собраться. То есть выверить его по семье, какие запросы существуют у семьи и какое состояние здоровья. И уже исходя из этого, идет и заготовка трав. И вот, например, к этому Иван-чаю сделается сбор. То есть основа Иван-чай, а туда можно уже добавить... Да, можно наполнять, конечно. Можно в чистом виде Иван-чай. Но единственное ограничение по Иван-чаю, у кого высокая свертываемость крови, лучше тогда ферментировать не Иван-чай, а полынь обыкновенную. Не горькую, а обыкновенную. Она такая, ну, посмотрите там в это самое... В интернете, да? В интернете, да. Как она выглядит, прежде чем собирать. Ее тоже можно ферментировать. Вот она без ограничений. Ее еще в народе называют блинник. Да, слышала такое. И давайте немножко с точки зрения психологии, да, про традиции чаепития. Почему важно собираться за чаепитием, во время чаепития всей семьей? Ну, чтобы... Это формирует традиции, опять же, какие-то ритуалы семейные, что чувствуется общность семьи, как ячейки общества социальные. В это время можно проговорить о том, что вы чувствуете по отношению друг к другу, да? Дальше можно обсудить какие-то важные жизненные вопросы, которые некогда в суете было обсудить. Может быть, где-то там поблагодарить кого-то, да? Вспомнить хорошее, интересное прошлое своей семьи, своего рода. Все это важно. Лето — тот самый период, когда мы можем, наполняясь сами, наполнять наших близких, родных, конечно. Конечно. Дело в том, что дети, которые вырастают, вырастают вот в такой доброжелательной, такой семейной традиции, они потом с таким благоговением вспоминают вот эти посиделки, да? Да, и переносят в свои семьи, как правило. Конечно, конечно. Плюс ко всему, для них это всегда бывает такая история. А вот в моей семье было вот так, да? И я вот сколько в своей практике, например, слышала, когда люди с упоением рассказывали, как они, например, ездили в деревню к бабушкам и дедушкам, как они там проводили время, чему они там учились, и как они благодарны вот этому поколению за то, что их научили любить природу. У вас есть такая история? Да, конечно. У меня бабушка, которая по папиной линии рода, вот она, можно сказать, воспитала, потому что, знаете, был такой период советских времен, что родители вечно заняты, всё время на работе, 24 на 7, вот, а бабушка, она никуда не спешит. Да? Вот, и она, так это самое, мы вот тихонечко ходили и собирали травы, короче, в общем, первое познание от неё был. Первый опыт такой, да? И вторая бабушка, которая мамина, я приезжала к ним, это в соседний район, в соседнее село, и там тоже получила такие познания. Вот как раз у них было очень много крупного рогатого скота, и там вот этот сеновал, ну, как бы я не понаслышке знаю, что значит заготавливать сено, спать на этом сене. Да, да, получать огромное удовольствие, да, эстетическое, да, на уровне даже ощущений тела, потому что мы не забываем о том, что дух у нас в теле, да, и тело тоже взаимодействует с природой. Лена, вот какие сейчас в ближайшее время можно собирать уже травы, да, то есть вот прямо немножко мы вперёд забежим, у нас осталось всего 3 минутки, и для чего эти травки можно будет использовать? Ну, для чего это надо тут целую передачу ещё раз сделать? Вот, ну, в принципе, то, что сейчас цветёт, я уже обозначила, это зверобой продрявленный, тысячелистник обыкновенный, валерьяна сейчас цветёт, таволга или лобазник визолистный, тоже вот очень ароматный чай получается, это сам, вот, желудочно-кишечный тракт, профилактика, тысячелистник мы озвучивали, антибактериальный эффект. Кстати, тысячелистник так прекрасно стоит в вазах? Да, он очень красивый. Вообще, прям потрясающе, я такими охапками собираю, просто ставлю в большие вазы, и такой аромат, такой медовой. Да, мята вот скоро зацветёт, если кто-то поедет на Крымский полуостров, сейчас лаванда ещё цветёт, можно собрать лаванду. Дикую. Шалфей, да, шалфей, там тоже вот, если в южные районы, не в наши, то можно шалфей. А в наших в скором времени цветёт? А ромашка, ромашка у нас цветёт, цветёт аптечно обязательно. Клевер луговой, вот это красные большие вот эти, соцветия тоже. Да, там фитоэстрогены содержатся. То есть это для женщин, да, это женские гормоны природного происхождения. Так же, как мелиса, плодио, то же самое. Всё это можно использовать, например, даже и в банке, да? Да, мелиса. То есть, да, можно венечки делать, можно подстилки под парень делать различные. То есть тут спектр действий. И для чаёв. И для чаёв. То есть и снаружи, и внутрь всё, пожалуйста, вам во благо. Для красоты это вообще отдельная тема, она очень обширная, такая большая, очень интересная. Тут и маловарение сюда на натуральных, и гидролаты, и вытяжки из растений на основе масла. В общем, всё здесь. Может быть, что-то предложите почитать? Вообще, где можно что-то интересного, полезного узнать? Вы сами чем пользуетесь? Я пользуюсь разными источниками, ну, как информационного пространства, так и книги покупаю всегда. Ну, так же Елену Ульянову можно увидеть в социальных сетях. Да, в социальных сетях. И скоро у меня начинается курс по травам. Что если кто хочет, присоединяйся 6 июля. Да, так что можно будет вместе собирать и травы, можно будет вместе составлять чаи. И, конечно же, не забывайте о том, что это у нас профессиональный психолог, православный психолог, с которым можно обсудить какие-то, например, даже свои душевные темы, боли, радости. Всё можно разделить вместе с Еленой Ульяновой. Именно она сегодня у меня в гостях. Лена, ещё прямо в завершении программы. Есть ли у тебя какая-то мечта по поводу объединения твоих познаний в психологии и в травничестве? Конечно, есть. Я её не буду озвучивать, но сейчас вот в сопутствующей терапии, при работе с клиентами, я применяю вот эти свои авторские сборы. То есть я уже соединила вот в этой точке. То есть при встрече можно, попивая ароматный чай, ещё и решить какие-то прямо свои душевные запросы и душевные вопросы. Да, конечно, надежда. Отлично. Кстати, участвуете ли в таких праздниках, как, например, Троица, День Ивана Купалы? Для вас это часть жизни? Или же вы всё-таки как сторонний наблюдатель просто смотрите, как люди отмечают эти народные праздники? Да, я участвую, но в первую очередь, конечно, я посещаю службы в храме с этой точки зрения. Ну и не забываем о том, что мы всё-таки часть этой самой огромной... Конечно, часть огромного мира, огромного растительного мира, природы. Хорошо. Это была программа «Практическая психология». Большое спасибо. Сегодня у меня в гостях была Елена Ульянова, православный психолог, и мы говорили о том, как современный человек использует природу в своих ресурсах. Спасибо. До встречи. Всем любви, здоровья и счастья. Практическая психология